Независимые и неафилированные депутаты от Блока Победы призывают спикера парламента Игоря Гроссу идти в отставку. Народные избранники просят оппозицию поддержать проект резолюции о начале процедуры отзыва. Члены группы утверждают, что причиной этой инициативы являются незаконные действия главы законодательного органа. Гроссу не выполняет свои обязанности. Под его руководством заседания парламента превратились в цирк с бесконечными спорами и отключениями микрофонов. Законопроекты предлагаются извне. Некоторые депутаты ПДС их не видят, у других нет времени их изучать. И при этом они голосуют за них, как того требуют кураторы. Нам нужен современный демократический законодательный орган, а не этот паноптикум. Мы призываем не только парламентскую оппозицию, но и всех разумных депутатов присоединиться к требованию об отставке Гроссу. По словам Марины Таубера, необходимости отставки Игоря Гроссу понимают все. За последние два года я неоднократно призывала оппозицию объединиться. Оппозиция не едина. ПДС это знает и этим пользуется. Сейчас мы должны вместе противостоять режиму. Это наш долг перед страной. Блок Победа последовательно идет до конца в этой борьбе за лучшее будущее страны. Мы не боимся говорить открыто. Не боимся уголовных дел и преследований. Сейчас законодательные инициативы с требованием отставки Гроссу подписали 9 депутатов. Для их регистрации нужна треть голосов. Беззаконие продолжается и что-то должно поменяться. Спикер Гроссу оказался авторитарным лидером. Депутат Регина Апостолова заявила, что пришло время оппозиции показать, что она едина. Гроссу превратил парламент в цирк. Постоянные склоки, подавление оппозиции, отключение микрофонов, ненужные комплименты и ненужные слова, сказанные, конечно же, в адрес оппозиции, причем иногда унижающие характер человека эти высказывания. Все это характерно для руководителя парламента, для председателя парламента Гроссу. В связи с этим Блок Победа призывал оппозиционных депутатов поддержать юридическую процедуру отставки спикера парламента Игоря Гроссу. Мы обратились за комментарием к представителям законодательного органа, но они нам сказали обратиться к правящей партии. Пресс-секретарь ПДС Адриана Влас не ответила на наш запрос. Напомним, что в середине июня члены Блока Победы и несколько депутатов от Блока Коммунистов и Социалистов заблокировали центральную трибуну парламента в знак протеста против действий спикера Игоря Гроссу, который не позволил Денису Уланову выступить по законопроекту, обсуждавшемуся на заседании. В результате парламентское большинство ПДС санкционировало депутатов от Блока Победы, запретив им посещать последующие пять пленарных заседаний. Депутаты от Блока Победы опротестовали это решение. И хотя в этом случае постановление должно быть приостановлено, служба безопасности по-прежнему не разрешает им присутствовать на заседаниях. Тогда представители Блока выступили с инициативой потребовать отставки Гроссу. Ранее Ассоциация Промолекс неоднократно отмечала в своих отчетах нарушения, допущенные правящей властью, нарушения законных прав оппозиции и парламентского регламента, в том числе и поведения спикера Игоря Гроссу.